Девушки отдыхают В городе пассажиров в основном перевозят метрополитен, троллейбусы, автобусы, такси. Автомобиль выполняет множество работ в пожарном деле, строительстве, медицине. А самая массовая у нас в стране профессия – водитель автомобиля. Весь мир отмечает в этом году столетие автомобиля. Советские автомобили также имеют свою историю. В 1924 году их было выпущено всего 10. А в 1933 году советские автомобили выдержали серьезный экзамен в международном пробеге через пустыню Каракум. В Великую Отечественную войну по льду Ладожского озера наши автомобили вывезли десятки тысяч детей, женщин, раненых и засажденного Ленинграда. Старинный трамвай в современном Ленинграде оставлен как историческое реликвие. Он перевозит туристов. Спортивные машины, напротив, предназначены для покорения сверхскоростей. Стиль ретро популярен сегодня в мире. Старинный фаэтон вновь появился в наших городах. Но пользуются им в особо торжественных случаях. А вот подвесная дорога, фаникулер, нередкость в наших южных городах. Многие жители Тбилиси каждый день добираются с его помощью на работу. Самым современным, быстрым и удобным видом городского транспорта является метрополитен. Он помогает кардинально решать транспортные проблемы большого города. В Москве метрополитен перевозит 7 миллионов пассажиров в день. Станции нашего метрополитена отличаются своим архитектурно-художественным оформлением. Сегодня в 10 крупнейших городах Союза действует этот подземный вид транспорта. Советские метростроители помогают сражать метро в странах СЭФ. Уже работают линии метрополитена в Варшаве, Праге и Будапеште. Однако наземный транспорт номер один в СССР железнодорожный. Ведь протяженность страны с запада на восток почти 10 тысяч километров. Ежедневно по железным дорогам отправляются в путь более 10 миллионов пассажиров. Экспресс «Русская тройка», Москва-Ленинград. Пассажиры уютно чувствуют себя во время движения этого скоростного поезда. Советский железнодорожный транспорт перевозит в год около 4 миллионов тонн грузов. Это стало возможным благодаря мощным электровозам нового поколения, широкому внедрению автоматики и телемеханики. Здесь применяются современные методы перевозок. Для транспортировки нефти и газа служат уникальные трубопроводы. Природный газ и нефть Севера и Сибири по нефти и газопроводам доставляются в промышленные районы СССР и зарубежные страны. С помощью бесшумных и безвредных для биосферы пневматических систем транспортируют зерно и уголь, цемент и хлопок. По дешевизне перевозок эти системы могут соперничать с железными дорогами. Транспорт играет важную роль в освоении отдаленных регионов Севера и Сибири. С этой целью в Советском Союзе построена 3000-километровая Байкало-Амурская магистраль. В районах вечной мерзлоты, в суровых климатических условиях трудятся многотонные карьерные самосвалы Белазы. Советский наземный транспорт интенсивно развивается. Создаются новые модели электровозов, трубопроводов, метропоездов на основе новейших идей научно-технического прогресса. Лучшая техника, не только советская, но и стран СЭФ, используется в транспортном хозяйстве СССР. Новые модели транспорта сдают экзамен на надежность и комфортабельность, прочность и скорость, экономичность и соответствие требованиям охраны окружающей среды. Транспорт сегодня важнейшее средство общения, объединяющее страны и народы. Он служит делу мира и прогресса.